Он достоин В нашей местности Бог великий, Он много чего делает. Открою Псалом 72, 28 стих. «А мне благо приближаться к Богу». «А мне благо приближаться к Богу». Аминь. Это хорошая проповедь вообще, этот стих. Это правда. «А мне благо приближаться к Богу». Аминь. Аминь. Это хорошая проповедь, этот стих даже. Он живет в сердце. Если мы живем так, что «мне благо», то это хорошо. Значит, я уехал в Климовичи 4 года назад, примерно чуть больше. Значит, вот как все пастора сталкиваются с проблемой, с нуждой, то есть это стройка, то есть строить здание. Я вижу, у вас тоже некогда спать будет пасторам, да, то есть надо заботиться, чтобы все это двигалось. Я долго молился, чтобы Бог дал, значит, прораба какого-то. Ну, Бог не дал почему-то. Да, пришлось самому чем-то начинать заниматься. И, значит, у нас церковь наша, значит, там, здание церкви, дом молитвы, три стены недостроенные и одна разрушена полностью. Представляете, да, то есть я прихожу туда, посмотрел, то есть и назад пошел с молитвой, с мечтами, да, чтобы Бог поможет. Вот, ну, таким образом мне советовали начинать как-то строить, нанимать каких-то людей, ну, опять-таки, когда мы считали, сколько у нас денег есть на стройку, то мы понимали, что, ну, смысл начинать, если мы сегодня начали, там, понедельник, через месяц понедельник мы уже закончили, да, то есть, ну, ну, нету финансов, нет возможности финансовой. Мы молились, мы прославляли Бога, мы верили, что Бог благословит. И вот Бог нашел людей, Бог прислал к нам людей, которые не просто начали за 500 километров к нам приезжать, строить наше здание, ну, мы им помогаем, конечно, но также они еще, они бесплатно строят, и плюс они еще деньги дают на стройку. Видели таких? Я таких не видел. Слава Господу, да, Бог великий. Люди приезжают за 500 километров на выходные и еще деньги привозят нам, благословляют нас, то есть, Бог великий, аминь. Ну, подумаешь, какая-то нужда. Даже вот неверующий человек приезжал тоже, я у него спрашивал, Миша на него, Мишка все говорят почему-то, его Миша зовут. Я говорю, чего ты приехал? Ну, чего ты приехал? Тоже бесплатно, бескорыстно. Он говорит, ты знаешь, я хоть неверующий, но я хочу хоть какой-то вклад. Я плохо понимаю, говорит, вообще не понимаю Бога, но я хочу хоть какой-то вклад сделать вообще в доброе дело. Аминь. Так что видите, как Бог двигает. Мы также заказали окна, окна из Германии, значит, собранные в Польше, да, вот так. Ну, достаточно дорогие, 27 окон коричневого цвета с иллюминацией. Я сам не до конца понимаю, что это такое. Три окна по три метра. То есть, сумма очень большая, очень большая за эти окна. Нам этот человек, который собирал, он сделал скидку 6 миллионов на этих окнах. Но все равно сумма была большая. У нас не было денег. Мы поверили просто, заказали окна, молились. И что вы думаете? Полтора-два месяца и есть. Ну, понимаете, какой Бог великий. На доброе дело. Аминь. На доброе дело. Бог великий. Один брат к нам также приезжал, Баранович Николай его зовут. У него семеро детей. Я как-то подошел, говорю, брат, ну а ты что здесь делаешь? Ну, не то, что я против, я рад, что они приезжают. Но мне было интересно мотив их сердца. Да, вот представьте, человек приезжает к вам в церковь, помогать строить вашу церковь. У него семеро детей. Я говорю, ну а кормить детей, а одевать? Он говорит, знаешь, что я понял в жизни? Я понял в жизни, что когда-то я что-то сеял, сегодня я это пожал. Если я сегодня ничего не посею, что я буду через пять лет жать? Аминь. То есть это правда, это сила. То есть этот человек... Я говорю, а где ты работаешь? А как что? Он говорит, ты знаешь, говорит, А вот сейчас, в данный момент, моя жена, говорит, вышла на работу за меня, чтоб я у вас здесь посеял. Слава Господу! А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Когда нам с тобой нечего возвещать о Боге, это говорит об одном. Что мы, значит, сами все делаем, мы не надеемся, мы не уповаем на Бога. Да, потому что когда мы уповаем на Бога, на моем примере, то Бог начинает двигать, то Бог начинает делать, то мы видим, что реально Бог, Бог живой. Аминь. Бог великий. И мы сейчас по вере просим у Бога и верим, что получим, нам нужна небольшая сумма, всего лишь 37 миллионов. Для Бога это не сложно. Аминь. Правда, да? Ну, еще тоже такое свидетельство. Значит, нам дают возможность в газете писать статьи на христианские темы, по радио выступать. Меня там несколько раз по местному телевизору показывали, тоже свидетельствовал. То есть, ну, достаточно интересно, свобода. Один раз заммэра по идеологии даже сказал, Попов собрал на круглый стол баптистского пастора меня, говорит, ну, что вы сидите? Идите, говорит, и возвещаете, идите проповедуете. Представляете? Вообще, что сейчас может происходить в Беларуси? Мы думаем, что там тяжело, там гонения не дают. Я думаю, не дают тому, кто не хочет ничего делать, тому не дают. Кто хочет, тому Бог откроет двери, даже железные. Даже если там много замков. Мне часто этот инженер, который начал нам помогать, Баранович, он звонил, просто интересуется, ну, как, что, ну, сходи с документами туда, съезди на машине туда. Раз, два, три звонит. А я купил такой, ну, набор ключей, чтобы заниматься машиной. Машина часто ломалась, старая. Он говорит, ты, говорит, слесарь или пастор? Я говорю, я пастор, научусь быть слесарем, а что делать? Он молился за нормальную машину. Ну, мы молились. Ну, и Бог благословил. Слышали такое? Он великий. Аминь. Так что, видите, на Его дело, на Его дело, Он может дать себе все, но только на Его дело. Не нужно забывать. А то мы иногда начинаем, знаете, как мечтать. Ну, все тогда. Вот вся моя проповедь. Будьте благословенны. Рад был вас видеть всех. Иногда в церкви я говорю так, что, чтобы люди, ну, когда они сидят, чтобы они понимали вообще, что это не просто так. Я говорю, что когда-нибудь Бог всех нас отправит в Индию миссионерами. Вот два года назад я говорил, люди так, не понимали к чему. Сейчас они уже больше понимают. А скоро поверят в это. Аминь. По воле Божьей я имел в виду. Ну, все, всего доброго.